Тверская область В Твери там Кудасочная группа из 4-5 человек А тут автобусы Ну правда я чувствую себя жителем Петербурга Потому что столько туристов А туристам как известно надо где-то жить А туристам хотят жить хорошо А хорошо это означает звездность Об этом мы сегодня поговорим На основании чего отелю дают Ту или иную звезду Какие должны быть требования Вообще сколько у нас отелей в регионе Имеют какие-то звезды Потому что мы все согласились, дорогие телезрители привыкли Что отель в 5 звезд это где-то там За рубежом Ну потихоньку это приходит к нам Опять-таки многие согласились У нас в регионе уверены, что это как правило Москва и Петербург А ну может быть Сочи А наш регион как-то все по старинке Но нет, в Тверской области тоже уже довольно достаточно много Отелей получили звезды Какие-то звезды Об этом мы сегодня поговорим в студии Хочу представить звезд нашего эфира Красные дамы Это Светлана Ступишина Эксперт по классификации гостиниц Российской гостиничной ассоциации А еще эксперт нашей Тверской торгово-промышлой палаты На этом же направлении Светлана, добрый день Добрый день И Ирина Шевеметкер, наш постоянный гость Президент ассоциации туризма Тверской области Ирина, добрый день Добрый Ну что ж, дамы Вот первый вопрос Давайте вернемся так немножко в нашу историю А когда вообще в нашей стране Отели стали получать звезды? И верно я предполагаю, что это случилось уже в постсоветский период? На самом деле классификация гостиниц существовала всегда Она Даже при Союзе? Да, при Союзе особенно Она была, наверное, даже обязательной В звездах она? Да, в звездах была Была, всегда После распада Союза Она существовала как добровольная классификация И те гостиницы, которые хотели подтвердить Качество своего обслуживания И качество услуг Они всегда получали сертификаты И могли классифицироваться Обязательная классификация гостиниц Была введена в 2018 году То есть относительно недавно? Да, это обязательная И она Были внесены изменения 132-й закон о туризме И гостиницы все должны были классифицироваться Поэтому сейчас гостиницы определенных категорий Которые прописаны в положении 1860 по классификации Они обязательно классифицируются Так скажем Подождите, давайте еще раз уточним Все-таки все должны или, как вы сказали, определенных категорий? Вот у меня отель Я построил только что Я обязан подать заявку на классификацию Или могу без звезд работать? Нет, без звезд можно работать Но заявку на классификацию все равно надо подать Потому что вам присвоят категорию без звезд А, то есть такая есть Такая есть категория Есть категория без звезд Есть 1, 2, 3, 4 и 5 звезд То есть это все есть В настоящее время должны классифицироваться все гостиницы То есть они разделены до 15 номеров До 50 номеров и более 50 номеров Но сейчас не подпадают под классификацию санатории У них добровольная классификация И сейчас не попадают под классификацию Ну, наверное, гостевые дома Глэмпинги И вот эти маленькие турбазы У которых тоже еще нет обязательной классификации Но некоторые классифицируются И вот сейчас идут работы по тому, что Наверное, через год обязательно классификация будет всех средств размещения А если человек скажет, что я не буду подавать на классификацию Закроют? Ну, должны, штрафы бежут Санкции будут То есть закрывать не будут, но надо будет платить в состоянии штрафа И ты либо... Могут закрыть Могут наложить ограничения для агрегаторов продающих Что они не смогут Вот туда не продавать Да Просто разместить свою информацию на бронирование на агрегаторах Сейчас же в основном это основное... А скажите, вот Светлана только что упомянула гостевые дома Мне, знаете, все время было интересно А чем гостевой дом отличается от отеля? Потому что, ну, и самому бы приходилось жить Ну, в принципе, такой же номер С такими же удобствами и так далее и тому подобное Не всегда так, на самом деле, перебью, да? Это самое законченное Не всегда так, потому что гостевой дом, он может быть как дом деревенский Очень много туристов приезжают, хотят пожить в аутентичных условиях Как в домике, в деревне? Да, в домике, в деревне, почему нет? Каким образом вот они должны классифицироваться? Вообще в Госдуме сейчас идут большие дискуссии на этот счет Ну, лично моем мнении, что гостевой дом Это просто жилье для туриста, который Турист отчасти должен понимать, что он селится не в гостиницу Потому что в гостинице обязательный набор услуг Обязательное качество услуг Ну, там все это зависит от Ну, и номера убираются, и услуги питания, там, прачечные Это в зависимости Халаты, тапочки А в гостевом доме могут люди селиться и говорить Мы будем убираться сами, мы будем готовить сами Для них условия определенные там обеспечиваются Вопрос, если мы зарегламентируем слишком вот эти гостевые дома То они не будут вообще никоим образом включаться в этот реестр И опять уйдут куда-нибудь в тень Потому что проконтролировать этот рынок, ну, честно говоря Я даже не представляю, как Потому что у нас бизнес такой Он всегда найдет какую-нибудь лазейку, как заселяться Вот, поэтому здесь я считаю, что должны быть максимально такие лояльные условия Для того, чтобы все могли вступить А уже после того, как вот этот набор гостевых домов будет как бы понятен И какие они по своим видам деятельности они могут быть Вот уже из этого набора надо будет по факту переходить к регламентам каким-то И уже упорядочивать эту систему Давайте я немножко уточню Вот сейчас гостиничный номер и гостевой дом отличаются чем Что гостевые дома это жилые помещения Да Гостиницы это нежилые помещения Нежилый фонд, да Нет, по выписке из ЕГРН По факту может быть все Может быть и в гостевом доме предоставлять вам такие же услуги, как в гостинице Но он не будет нежилым Сейчас мы имеем право классифицировать только нежилые помещения Поэтому у нас вот эти гостевые дома и остались в стороне, потому что они жилые Но на самом деле многие жилые дома сейчас переводят нежилые, чтобы получить статус гостиницы Вот в Максатике сейчас хороший очень комплекс И вообще по области у нас многие перевели это нежилое помещение Если они нежилые помещения, то мы имеем право их классифицировать и относить их уже к гостинице А мы имеем право сейчас выпустить рекламу, не переключайтесь Мы сегодня говорим о гостиничном бизнесе А самое главное о том, какие звезды тут получает в нашем регионе Мы снова в прямом эфире программа «Тема дня» Мы сегодня говорим о гостиницах, об их классификации Заканчиваем разговор гостевые дома Тоже еще такой вопрос дайте, думаю, для многих телезрителей актуально Многие наши граждане, когда едут, они могут заселяться не в какие-то стационарные, большие гостиницы А в так называемые мини-отели Особенно в Петербурге этого много Это зачастую выглядит так, что, я так понимаю, насколько я жил, выкуплен целый подъезд И там, соответственно, ну все, и даже на одном этаже Но сколько я бывал, там, по мирову, все вполне достойно Каждый день новые белые халаты, моют и так далее То есть это не то, что там какая-то, что называется, тошниловка А что такое мини-отель в таком случае? Может быть, какое-то количество миров? Ну, на самом деле, такого понятия, как мини-отель, нет Это можно называть себя мини-отель, там, бутик-отель, очень многие любят называть Вот, то есть все гостиницы, которые меньше 15 номеров, это гостиницы меньше 15 номеров Называются они просто гостиницей, мы их относим, или к отелю Городскому отелю, загородному отелю Вот, то есть это не мини-отель То, что в Санкт-Петербургских подъездах, это вот к тому, что, вот я сейчас говорила, как раз про жилые и нежилые помещения Сейчас идет борьба, особенно в Санкт-Петербурге, по этим подъездам Не имеют права гостиницы размещаться в жилых помещениях Просто разговаривать в жилом доме В жилом доме, да В жилом доме Или они должны переводить эти помещения в нежилые А так можно? Взять один этаж? По согласованию с жильцами Можно, но это очень сложно Это очень сложно У меня есть несколько отелей, которые я классифицировала в Питере С жилого фонда они ушли Они ушли с жилого фонда и остались там, где только в нежилом Поэтому вот этих нюансов очень много Так они сначала действовали, как обыкновенные отели И в принципе условия у них там неплохие Я тоже часто была И даже я и классифицировала вот эти вот подъезды Такой же завтрак с утра, континентальный, так называемый То есть все вполне нормально Именно из-за питерских вот таких отелей и шла большая борьба При принятии там вот этого законодательства Могут гостиницы быть в жилом фонде или нет Потому что в Санкт-Петербурге там вообще своя коммунальная Вот эта система Знаменитая Знаменитая Это особенность Санкт-Петербурга И закрывать-то бизнес на самом деле государству невыгодно Но тем не менее вот гибкого решения не получилось И в общем-то сейчас такое законодательство принято Ну возможно будут какие-то дополнительные введены критерии Чтобы были определенные возможности Но на самом деле это спорные вопросы Это как наливайки в жилых домах и гостиницы Можно или нет Нет, это не всегда удобно жителям вот жилых помещений В том плане, что постоянно какой-то поток чужих людей На четвертый этаж коммуналки Да, и транспорт подъезжает Ну не всегда это хорошо То есть людей это напрягает Люди разные бывают Поэтому там человеческий фактор он неизбежен Поэтому здесь не всегда есть возможность даже перевести в нежилое Потому что жильцы категорически против И начинают прям экстремистки себя вести Если по гостевым домам будет понятие гостевой дом Но это будет гостевой дом не в доме Не в жилом Да, вот таких я в Крыму как раз отдыхал Но по мне это обычная гостиница Номеров как раз на 15 есть То есть я разницы не вижу Убирают все Там, соответственно, помещение, где завтрак Есть бывает, когда завтрак как в отеле Представляют, а есть где ты сам что-то можешь купить Почему я спросил Хорошо, если говорить в целом Завершая разговор о том, откуда есть пошла на Руси Система звезд и так далее У нас она такая же, как в Швейцарии, Австрии, Японии Или у нас у советских своя гордость У нас своя система классификации разработана в России В Союзе Вы знаете, с тех пор, как вообще она существует Например, пока я классифицирую эти гостиницы Они меняются, постановления меняются Дорабатываются Я не скажу, что они глобально меняются Но дорабатываются, совершенствуются Если она была добровольной до 185-го года, не помню, 185-е что ли, постановление И до 2020 года мы по одному постановлению Классифицировали гостиницу Постановление о классификации Положение о классификации То с 2020 года оно изменилось В 2020 году уже было новое положение разработано И с 2020 года мы уже по новому положению классифицируем В 22-м году в него вносили изменения, тоже уже дальше мы с изменением работаем. Ну и я думаю, что оно будет совершенствоваться, и вот то, что сейчас говорят, что будут какие-то изменения. Ну, будут изменения, но в сути оно не изменит. Может быть, что-то дополнится, что-то исключится, наверное. Но классификация будет, и классификация будет примерно по таким же правилам, которые у которой были. Хорошо, но все-таки возвращаясь к вопросу, у нас она один в один, такие же требования, как где-нибудь за рубежом? Нет. В Капстрану, что называется? А почему? У нас свое. Они перекликаются, но если вы приедете во Францию, например, в три звезды, вот я думаю, что у нас бы было это две или одна. Там маленькие гостиницы, в Италии тоже другие требования. То есть здесь нельзя сравнивать страны, в каждой стране своя классификация, и нет ее мировой. А вот, самый главный вопрос, некой единой мировой нету. Она действительно везде своя, в США своя, в Гонконг своя и так далее. Единая только в сетях система работы. И то они аккредитовывают по месту. В промеженациональной сети. Они системы, которые в сетях, у них свои требования, свои стандарты внедрения, стандарты работы, стандарты комплектации номера. Но классификацию, если сеть присутствует у нас, классификацию она проходит по нашей системе. То есть ровно одинаковые номеры где-нибудь в Британии и в России одного и того же транснационального бренда. Все один в один, все. Но там это пять звезд, а у нас, например, четыре может быть. Верно я понимаю? Может быть. Может быть, но они, конечно, стремятся, сети стремятся, чтобы у них там, вот, Шаратон, чтобы у них там всегда пять звезд было. Кто-то там поменьше. Конечно. У них Хилтон там на четыре всегда уходит на три. Да, то есть, я так понимаю, у нас, вот вы сказали, привели пример, что если во Франции три, то у нас две одна. То есть, ну, логика у нас требования жестче. Жестче. Вот. Но жестче по сравнению с Францией и Италией, например. Конечно, да. Но Шаратон, опять-таки, и во Франции, и в России, он, сейчас они ушли, конечно, но тем не менее, он будет из кожи вон лезть, чтобы и у нас получить пять звезд, как у них там в городе Париж. Конечно, они адаптируются под наше законодательство. Ну, то есть, получается, мы в этом плане молодцы, что у нас требования жестче. Да. Принято, считайте, русская расхлябанность там. Ну, я считаю, что у нас требования очень хорошие, очень правильные. Справедливые. И справедливые. А чем лучше, вот так, ну, на пальцах, что называется, вот конкретные примеры. Вы что же ездите, что называется, по свету живете, вы в том числе не только как эксперт, а как потребитель. Конечно, конечно. Чем лучше. Ну, например, вот, да, телезрители интереснее. Ну, что у нас, восемь полотенец, а у них пять, я не знаю, там, у нас шампунем полумыть, а у них просто тряпкой. Что? Ну, вообще, менталитет абсолютно разный. Это менталитет совершенно. Ну, вот, например, ожидание, например, гостиницы, наверное, в Италии, когда я приезжала, например, в «Три звезды», я ожидала большего. Ну, большего в плане и комплектации, и, наверное, площадей вот этих вот, и самой гостиницы, там же тоже очень много гостиниц в домах. Да. Вот, и вот эти вот гостиницы «Три-четыре звезды», непонятно в каких подъездах иногда бывают. Лифт такой, в который я еле втиснился. Да, да, если хорошее, я совсем не хочу сказать, что там совсем плохо, но у нас требования, вот, если бы все соблюдали требования, то у нас бы было здесь, вот, мне кажется, планка немножко повыше. Хорошо. Спустимся с мирового уровня и даже с российского на нашу грешную тверскую землю. Есть какие-то цифры, сколько у нас отелей имеют ту или иную звездную классификацию? Хотя приблизительно. Ну, наверное, лучше в процентном соотношении. Можно сказать, я думаю, что процентов 70 ты сейчас уже классифицировал. Это хороший результат? Ну, я считаю, что это неплохой результат, потому что, на самом деле, отелю это выгодно, потому что он сразу... Во-первых, при проектировании, когда ты уже в соответствии с классификацией выполняешь работу, ты уже не делаешь там себе больше номера, чем там они под определенную звездность нужны. Это, соответственно, финансово более эффективно ты используешь свои средства. И сразу, когда ты понимаешь, какие ты комплексы услуг будешь людям оказывать, ты уже всю систему бизнес-планирования уже строишь в соответствии с звездностью. И это вот на стадии проектирования. Те, которые гостиницы уже работают, и там они определяются, там они зачастую думают, 3-4 звезды, там 4-5. Как правило, опускается, наверное, в более низкий класс, потому что больше переделок получается, это финансово уже становится более затратно. Но сейчас, на самом деле, из среднего сегмента не хватает по 3-4 звездочных гостиниц, категорически не хватает. Да и 5-звездочных гостиниц тоже не хватает. А вот тогда, получается, если распределить по сегменту, ну так если, грубо говоря, приблизительно, сколько у нас процентов в нашей области? 5, сколько 4, сколько 3, сколько 2, может быть, даже 1. Ну, 5 звезд, 2 объекта. Хорошо, дальше идем. 4. 4, ну, чуть побольше. Да? Ну, десяток. Ну, я думаю, что это, в принципе, как в среднем по России, у меня здесь данные есть. Ну, 3, это 5. Ну, 4 звезды, это порядка 5 звезд, 2%, 4, 9%, 3 звезды, 22%, 2 звезды, 10%, это по России. И в основном 50% без звезд. То есть, одна звезда, 3%, мало, кстати, однозвездников. И в основном 50% это без звезд. Ну, вот сказали, что у нас 70% получили категорию. Категорию, да. А вы сказали, в среднем по России половина только. Ну, вы сказали, 50% без звезд. Нет, без звезд, это категория тоже. Это тоже категория. Прошли процедуру классификации. А звезд нет? А звезд нет. Ну, они просто, им не подстроится ни под один стандарт, потому что... На самом деле, по без звезд я что хочу сказать. Просто-напросто у нас менталитет немножко вот в России тоже как-то странно повернут. Потому что если заявляется гостиница, заявляется на 3 звезды. Ну, когда мы приезжаем, ну, никак на 3 звезды они не проходят. Ну, вот где-то по площади номеров, там, ну, не придумаешь ничего ты с этой площади номеров, с площади санузлов, по количеству номеров многоместных, одноместных, там много этих нюансов. Предлагаешь, ну, давайте уйдем там на 2, на 1 звезду. Если не 3, тогда без звезд. Вот у нас просто вот это менталитет. Ну, без звезд, вот я как простой обыватель, вы эксперты, я лично, подойдя к такому отелю и не увидев хотя бы одной звезды, я решу, что это не, как вы сказали, без звезд, а это, что называется, какой-то самострой. Построил вообще ничего, не стал, получается, заявляться, но нужно... Так и есть иногда. На самом деле, так и есть, так и есть, но есть некоторые гостиницы, которые очень хорошие, новые. Правильно. И они без звезд. Без звезд. Ну, они проходили классификацию. Ну, а как, мил человек-отельер, я об этом узнаю, что у тебя вполне милая гостиница, как я из вывески узнаю, это из таблички, я сразу на звезд смотрю. Из картинок. Нет, картинка должна висеть, и на любой гостинице, прошедшей классификацию, должна висеть металлическая табличка с количеством звезд или с надписью без звезд. Вот эти таблички. Вот если ничего этого нет, тогда это действительно отель у дяди Семы. Ну, наверное. Не наверное, наверное, но на самом деле, конечно, многие не вешают эти таблички. Если этих табличек нет, то сертификат по классификации у них на стойке администратор должен быть. А бывают случаи, когда, вы знаете, мне просто ваш, скажем так, коллега по бизнесу рассказывала, я спрашиваю, слушай, скажи, а вот я вижу, там на отеле получатся флаги разных стран, это что, действительно, там, из Уругвая, бывают такие экзотические страны. Говорят, нет, Рома, на самом деле могут повесить какую году, вот так захотелось. Бывают такие случаи, когда человек сам самопально повесит, там, три звезды? Да все бывает. Все бывает. Никто не контролирует сейчас этот вопрос. Ну, так-то никто не контролирует, но жалобы можно написать. То есть контроль у нас зависит. Нет, а как жалобы? Человек просто поживет там, ну да, таракан, ну вот они скажут, три звезды, это тараканы бегают. Он и ему в гол не придет, что можно пожаловать, что это самопально вообще табличка. Ну, во всяком случае, для этого сейчас требования и ужесточаются в плане выдачи и к экспертам, которые аккредитацией занимаются, потому что очень много нареканий в этом направлении. Экспертами себя могут называть там, ну, достаточно, ну, низкоквалифицированные люди. Ну, несложно было получить статус эксперта, вот, и по большому счету недобросовестный бизнес есть везде. Они, в общем-то, так срубали денежку, они даже не выезжают на объект, могут это самое... Это вы имеете в виду вот такие эксперты? Такие эксперты, да. Ну, на самом деле, вот сейчас, как бы, муссируется то, что скоро будут изменения в классификации. На самом деле, что будут изменения, в основном, изменения положения, двухтысячные положения. Кто дает вот эту табличку человеку, документ, что он эксперт? Что он эксперт. Вот сейчас... Вот у вас аккредитация? Вот сейчас эту табличку, не табличку, документ, этот документ дает аккредитованная организация, в которой ты работаешь. Классификацию гостиниц проводит эксперт, который работает в организации, которая имеет право классифицировать в гостинице. Это частная все-таки структура или как? Это частная. Или государственная? Не коммерческая. Их много, этих организаций, их много организаций, и сейчас вопрос встал о том, что очень много организаций, именно фиктивных, фиктивных, которые дают звезды, как вы говорите, без выезда, да, которые демпингуют в стоимости, то есть мы классифицируем в стоимости классификации. То есть процедура стоит денег, а не пирог. И кто-то говорит, а у нас 5 рублей всего, давайте к нам, мы вам 5 звезд нарисуем, неси краску, умолевать звезды. Вот именно так и происходило. Вот у меня, например, в этом году две гостиницы, которые я классифицировала, очень приличные, должны классифицироваться, все договариваемся. Ой, Слава Борисовна, извините, нам в два раза дешевле предложили эту звуку. Пожалуйста. Кто предложил, не знаю, с выездом, без выезда, или фиктивные выезды. То есть вот сейчас именно стоит задача борьба вот с такими небольшими организациями, и поэтому по вот этому постановлению, которое, наверное, выйдет все-таки с 1 сентября, как раз-таки будут другие требования к организациям аккредитованным. Что такое отель в одну звезду? Ну, правда. Мы как-то все более-менее представляем, три там, допустим, а одна звезда, это что? Ну, каждому отелю по звездности предъявляются определенные требования. Требований этих много. Вот это вот положение. Ну, основные. Вот телезрителям интересно. Начинается у нас высокий сезон. Люди бронируют, в том числе, в первую очередь, на наш отечественный теперь, как вы знаете, юг. И правда, вот это очень актуально. Людям интересно послушать. Вот они при этом забронируют, заплачут большие деньги. Сейчас на все стоит больших денег. И что это? Три звезды, четыре, пять. Вот кто-то пять. Что? Ну, вот вы спросили про одна звезда. То есть первое требование, которое я смотрю при классификации и спрашиваю, сколько номеров одно-двухместных и сколько номеров многоместных. Сколько? В одной звезде 25% номеров должны быть одно-двухместные. Остальные многоместные. И с санузлом. А остальное уже дальше смотрим, соответствует или не соответствует. Там уже дальше очень много требований. Но самые основные. Требования основные дальше идут. Столчак деревянный или что? Или пластиковый должен быть? Или из золота, как у Шихов? Ну, комплектация каждого номера тоже разная. Отнесение к различным категориям, то есть категории номеров тоже очень много. Потому что идут категории высшие, номера высшей категории, идут номера... Там люкс, президентский, да, и так далее. Нет, ну, сейчас там четко, потому что иногда в гостиницу приходишь, что только не напишут. Обязаны гостиницы писать только те названия, которые существуют в нашем положении. Высшая категория, то есть ют, люкс, студия и низшая категория. Первая категория это, так сказать, стандарт. И вот в гостиницах уже ниже трех звезд, это вторая, третья, четвертая и пятая категория. Как-то слышится, как ситрин второй свежести. Так вот, вот так вот. Ну, то есть вот в этом документе, который подтверждается классификация гостиницы, вот эти вот номера должны быть тоже все расписаны. То есть вы заходите в гостиницу и смотрите, какие номера и что есть. Ну, хорошо. Вы уже говорили, что у нас в Тверской области пока только два пятизвездочных отеля, да? Да. Я, кстати, слышал, что вроде строится еще один, или вот-вот должен начать строиться. Даже на правительстве про это говорили, что какой-то там шикарный комнат должен строиться, тоже где-то, естественно, в Конаковском районе, у нас в Ближнем Подмосковье. Хорошо, ну вот человек скопил на пятизвездочный отель, ну, мечтал всю жизнь, и вот скопил. Заходит в номер. Ну, что, какие-то вещи, которые, что называется, must-have. Я понимаю, вот у вас талмут большой, там куча требований, но для обывателя вот такой, как сейчас говорят, лайфхак, совет, что должно быть точно? Пять звезд, стандартный номер, так скажем, да? Ну, допустим. Ну, номер первой категории. Ну, пусть, я говорю, не президентский будет, там не люкс условный, все-таки пять звезд. Вот он поехал на Тверской области в наш всем известный пятизвездочный отель. Комплектация по номеру. Ну, естественно, кровать, тумбочки, шкаф, стол письменный. Лампочка в потолке. Ну да, стол письменный, два стула, если это пятая, пять звезд, то это два кресла и журнальный столик, плюс на входе вешалка для одежды. Под багажник, зеркало в полный рост и в санузле, в санузле, кстати, отличие 4-5 звезд, например, и от двух, и от одной звезды, это большое отличие. Значит, большое зеркало, обязательно туалетный стол, не раковина, а туалетный стол, душ или ванна, естественно, шторка для ванны. А ванна, то есть, в которую можно лечь? Ну, можно и так, и так, в принципе, допускается. Допускается. Если это ванна, то обязательно, например, ручка на ванной, около санузла, держатель для рулона, туалетной бумаги, для дополнительного рулона, пакетики для личной гигиены, около зеркала, дополнительное зеркало для бритья, плюс фен, плюс вся вот эта вот косметика. Из полотенец, не менее 4 полотенец. И халаты. И халаты. Тапочки. Тапочки, да. Белые. Тапочки. Тапочки, щетка одежная, сапожная, рожок для обуви, фонарик. А сейф, вот Ирина сказала. Да, сейф. Обязательно. Обязательно. Пяти, да. Знаете, холодильник. Холодильник опять-таки. Холодильник, телевизор, да. Ну, телевизор понятно, но все-таки сейф, вот кто-то может не обратить внимания, а он должен быть. Должен, но должен, смотрите, тоже есть маленькие гостиницы, в которых тоже прописано, что если есть сейф, не сейф, если сейфовые ячейки есть на стойке администратора, то это может быть и необязательное требование. Но это в малых пятизвездных, конечно, они у всех есть. И в трехзвездных есть, но тоже в зависимости от... То есть, в общем, покупает человек пятизвездочный отель-путевку, и если там нет зеркала в полный рост, то он звонит, соответственно, в Росаккредитацию. У меня обмешиваются. Жалуются. Вы знаете, на самом деле зеркало в полный рост, оно должно быть, и даже в номерах пятой категории без звезд, и даже в хостелах. Должно быть или может быть? Должно быть. То есть, если нет, то уже можно пожаловаться? Да, да, да. Просто если он скопил последние деньги на этот номер в пятизвездочном отеле, наверное, хочется все-таки посмотреть, что там должно быть, чтобы понять, зря потратил деньги или нет. Многие согласились, ливидная доля нашей населения никогда не жила в пятизвездочных отелях, но человек захотел, условно говоря, там своевременное путешествие в рамках и так далее, хочет, чтобы это запомнилось. И поэтому люди как должны понимать, а что должно быть. Ну, это по комплектации номеров, а там еще требования, конечно, по сервису, по количеству доп. услуг, которые должны предоставляться. Да, 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 бассейны, залы там различные. Ну, и предоставление там поднос багажа, всевозможные рестораны. Обед в номер можно заказать? Да, да. Ну, это не только в пятизвездах, но много. Сервис в номер в пятизвездах тоже обязательно. Тоже. Ну, хорошо. Скажите, ну вот сейчас, как вы сказали, теперь Росаккредитация будет заниматься. Как вы сказали, усиленные требования к сертификации экспертов, которые будут проводить. И есть такая вероятность, что в итоге количество отелей, которые получают звезды, может стать меньше. Которые имеют звезды. А что в регионе, в частности? Государство, конечно, не заинтересовано в том, чтобы мешать бизнесу, но те недобросовестные... Ну, если кто-то почем зря получил три звезды. Да, те недобросовестные, может быть, отели, которые понимали, что услуга им оказана, там, ну, так это скажем, несоответствующего. Ну, более дешевые, вот, и с меньшими требованиями от эксперта. Они просто рискуют, что на них будет написана какая-то жалоба. Росаккредитация будет заниматься, безусловно, контролирующей деятельностью. Сейчас этой деятельности не ведется. То есть классификация идет, а проверки по результатам пока что не было. Вот, и функции сейчас уже понятно, кто будет выполнять. И поэтому, я думаю, что просто могут столкнуться с тем, что в результате жалоб гостей, они просто лишатся некоторых звезд и должны будут заново проходить эту аккредитацию или платить штрафы, там, и все остальное. То есть сейчас есть смысл, как бы, задуматься над этим, что соответствуешь ли ты такому уровню, на которой ты заявлен, и, в общем-то, работать в правовом поле, чтобы не обманывать гостей, конечно. Если не соответствует, просто могут, как в армии говорят, спогон звезду, щик-щик, или вообще заново еще раз критажно будет проходить? Ну, сейчас процедура вообще прописана под подачей жалоб и вообще апелляции всех вот этих вот нарушений. Она есть, просто она почему-то сейчас не реализована, она должна быть реализована. Это, получается, что приходит жалоба, приходит жалоба в аккредитованную организацию, аккредитованная организация должна заняться именно этим отелем. Первое, что она делает, она выезжает на место и на 90 дней приостанавливает деятельность свидетельства. Соответственно, работу отеля. Да, ну, работа отеля, я думаю, что без свидетельства, наверное, сложно будет им работать. А если люди заселились? Если заселились, я думаю, что работу не приостановит, но приостановит деятельность свидетельства. Ну, наверное, будут прописаны какие-то дополнительные регламенты. Да, и за эти 90 дней просто дается опять время для того, чтобы эти ошибки были исправлены. И если эти ошибки не исправляются, то гостиница может лишиться, ее просто лишают этого свидетельства. А без свидетельства о классификации гостиница не имеет права работать. Ну, так вот, к вопросу, как вы думаете, вы же знаете, ситуация в регионе у нас может уменьшиться? Из вашего опыта вы же знаете, кто и как живет и работает? Я думаю, количество гостиниц не уменьшится. Если кто-то будет не соответствовать, она, наверное, все-таки придется уйти или в ниже звезды, или уйти в без звезд. Ну, это то, о чем мы говорили, но классификация будет иметься. Просто без звезд. Классификация будет иметься. И, может быть, еще внесут изменения. Вот, сейчас муссируется именно то, что без звезд, может быть, сделают для отелей самоклассификацию. Без участия эксперта. Ну, вот, хотят такую систему ввести, сейчас ее чего-то все... Подождите, что он сам себе опять криптовалют. Просто, ну, есть такая система, и вот как раз Росаккредитация над этим работает. Только начала работать, когда это будет еще неизвестно. Вот, то есть разрабатывается электронный модуль, по которому сама гостиница подтверждает по видео свои услуги и все свои... По видео? Ну, по большому счету, очень сложно проверить все гостиницы, которые существуют в Российской Федерации, и классифицировать ее. Наверняка кто-то выпадет из общего списка. Задача государства, как бы, увидеть вообще весь гостиничный сектор и начать там работу с ними уже как с легальным бизнесом. Это все делается для того, чтобы с нелегальным сектором у нас работу вести сложно на данном этапе. Они очень сильно подрубают ценовую политику. Конечно, там многие понимают, что это зачастую у людей единственный способ заработать денег, как, например, там какой-нибудь тетеньки на Селигере. Вот, но, тем не менее, правило есть правило. Это безопасность гостей, которые заселяются. Это самое главное, потому что туризм, он вообще, это тут работа с людьми, из-за этого повышенной к этому столько внимания уделяется. Вот, поэтому здесь чистое соображение там собираемости налогов и дальнейшей деятельности. Но в легальном секторе сейчас будет работать со временем, я думаю, намного проще, потому что система развивается, и учет с помощью там электронных всяких систем, он тоже появляется. И там легче будет проходить и классификация, наверняка все эти паспорта будет легче со временем получать там по безопасности и так далее. То есть, что на определенном этапе было просто очень сложно со всеми структурами собрать эти согласования. Сейчас это будет так уже, мы надеемся, что будет легче, потому что государственная политика к этому как бы располагает. Но, конечно, частный сектор, вот, это бич сейчас нашей гостиничной индустрии. А частный сектор, когда в доме у бабушки, что ли, у тебя есть? Ну, в основном... Это гостевые дома. Гостевые дома, они сертифицированы, они, в общем-то, зарплату не платят, налоги не платят. То есть, работают в черную по полной программе? По полной, абсолютно, по полной программе. И прийти к ним, это частный сектор, частная собственность, как прийти к ним с проверкой. То есть, это очень такой тонкая такая грань. Ну, если его пустят туда из-за забора. Ну, правда, если бы это так было легко сделать, уже бы давно... Подождите, если работа в черную, это налоговое преступление. Человек не платит налоги, это вообще уголовщина, на самом деле. Ну, если бы было возможно, вот, всех их вот так вот, как бы, поймать на этом. Ну, это сложная система. Запрос контроля со стороны государства. Да. Это у нас бич. Это бич, но с нелегальным бизнесом у нас вообще сложно работать. Хорошо, но можно тогда надеяться, что вот сейчас рост аккредитации, то, что мы говорили, эксперты будут сильнее шерстить. Что-то придет к тому, что все вновь строящиеся отели, опять-таки, не где-то там сыроюшку какую-то, а нормальные отели, они уже действительно будут иметь полновесные, правильные звезды. Неважно, три, две, четыре и так далее. Да, конечно. Ну, это проще, на самом деле. То есть, какая качество нашего гостиничного бизнеса будет расти? Процентом соотношения, понятно, что вот есть те самые черные, есть официальные, но можно надеяться, что вот все, что... Ну, упорядовывающий рынок, конечно. Строится открытый, опять-таки, строится выезд, потом имеет там отель такой-то. Ну, сейчас-то, в общем-то, упорядоченность есть. Сейчас есть. Сейчас вот пока мы классифицируем. Нельзя сказать, что у нас прям такой разброд и шатание. И вообще у нас в Тверской области тоже, в принципе, вот эти средства размещения очень хорошие, потому что я классифицирую не только здесь, но и во всей России. Вот да, как наш регион выглядит? Хорошо выглядит. Хорошо, хотя нарушений очень много, много. Ну, хорошо. Вот, ну, да. У нас вообще мы очень близко к Москве, и мы под московские... В Москве сдают стандарты. Конечно, критерии мы как бы там смотрим все время. Да, и наш покупатель, наш гость, он в основном из столиц, поэтому у нас уровень обслуживания все-таки требований очень высокий. Это прослеживается в сфере общественного питания тоже, потому что все приезжают и говорят, что у нас очень достойные и рестораны, и кафе, и с обслуживанием иногда лучше, чем в столице. И плюс еще тот, потому что с тех пор, когда мы начали развивать этот гостиничный бизнес, ну, с начала 2000-х, конца 90-х годов, у нас уже были колледжи, которые готовили специалистов. И все-таки хоть их не хватает у нас в Тверской области, их категорически не хватает. Но по сравнению с тем, что везде, у нас все-таки есть специалисты, подготовленные, потому что колледжи и институты их готовили. Есть у кого спросить хотя бы. Есть у кого спросить, и есть у кого, вот когда мы классифицируем, нам обязательно нужны подтверждения дипломов, особенно у руководителей по высшему образованию, по образованию в сфере туризма. У нас очень много именно специалистов в сфере туризма именно с дипломами по туризму. И по классификации здесь даже нам проще иногда бывает. Но на самом деле, конечно, кадровый голод. Это тема отдельного эфира, кстати, приглашаю, давайте обсудим. Потому что тема актуальная. У нас осталось совсем немного времени. Такой вопрос сейчас набирает стремительность популярность в такой вид гостиничного бизнеса, как глэмпинги. А они как-то сертифицируют, классификацию получают какую-то, или это палатка, на нее звезду не налепишь? Сейчас глэмпинги не включены в систему классификации. Еще нет такого понятия. Есть нет такого понятия. Но если глэмпинг захочет классифицироваться, к нам обратиться, мы его классифицируем как базу отдыха. Как летнюю базу отдыха, если они будут соответствовать требованиям этих баз отдыха. То есть и глэмпинг тоже может получить какой-то официальный статус? Ну, может, конечно, да. А вот в будущем, то есть сейчас рассматриваются именно отдельные категории вместе с гостевыми домами, глэмпинги будут тоже классифицироваться. Ну, потому что, я еще раз говорю, это сейчас модная вещь. Палатки разные бывают. Да, палатки, правда, разные бывают. Я сколько смотрю рекламу, иногда это там царские шатры, иногда действительно палатки, иногда такие вполне стационарные объекты, которые напоминают такие маленькие домики, называют глэмпинги, смотрю, это маленький домик, поэтому интересно. Да, и глэмпинги такие вот с маленькими домиками сейчас и строятся. Ну, разные, разные. Сначала сезонные, потом их переводят во все сезонные. И вообще система очень сложная, все как бы считают, что глэмпинг это вот... Это надо понимать, что это временная мера у государства для того, чтобы удовлетворить потребительский спрос. Хотите сказать, когда-то они исчезнут? Ну, они же временные, все равно конструкции. Конструкция временная, я имею в виду такой вид бизнеса достиженного. Он будет более понятен предпринимателям. Сейчас считается, что вот палатку купил, там кровать туда поставил, и все, можно зарабатывать деньги. Ну, пока можно, но со временем конкуренция будет расти. Запросы будут расти. И понимание у гостей будет совершенно другим. То есть, ну, самое главное, вот изначально, конечно, хочется, чтобы люди понимали, что они хотят, с каким видом деятельности хотят работать. Потому что, как правило, сейчас вот я сталкиваюсь, что кто становится ательерами, допустим, вот на таких вот курортных наших территориях. Вот купили большой участок земли собственников богатой. К нему начали приезжать гости. Ему надо там гостей обслуживать. Они там строят один гостевой домик, другой. Потом посмотрели, еще десяток построили. Вот, потом начинается поиск судорожно персонала, и почему у меня нет дороги соответствующей, потому что я же тут работаю, как турбаза. А самому, так как они, как правило, люди небедные, это бизнес у них не основной, а совершенно вообще другой зачастую. И погружаться вот в эти темы им физически некогда просто. И вот из-за этих вот несоответствий, я считаю, что вот у нас Селигер по такой системе как бы развивался в определенное время. Сейчас появляются уже серьезные, там есть уже серьезные инвестпроекты, которые уже планово будут развиваться. И, конечно, совершенно по-другому все это будет и выглядеть. И, наверное, надо будет призадуматься вот таким средством размещения уже. Я думаю, что конкуренция будет очень высокая, и многие с рынка просто уйдут. Ну что ж, наш эфир подошел к концу. Программа «Тема дня». Мы сегодня говорили о том, что такое классификация отелей. Вот вам даже, уважаемые гости, давали советы, как отличить, к примеру, пятизвездочные отели от отелей более низшей категории. Вы слышали? Зеркало в полу и так далее. Поэтому, если вдруг вы скопили деньги на проживание в каком-нибудь пятизвездочном отеле, действительно, будьте внимательны, чтобы вам не разочароваться. Потом, чтобы кто-то мне говорили, что, а, видел, пятизвездочный отель. Там даже туалет в коридоре. Это была программа «Тема дня». Хорошего вам отдыха. Несмотря на непростую майскую погоду, тепло будет, а значит, будет время. Оно уже было. Поехать. До свидания. До новых встреч. Хорошего вам отдыха. До свидания. До свидания.